Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Life is Fiddle, Forest Village И потихонечку продолжаем развиваться У нас возникла в прошлой серии проблема с нехватком пищи для наших курочек Поэтому мы по мере возможности прорежаем количество тех самых курочек И буду готовиться сейчас сажать овес Вот здесь овес мы посадим И возможно даже на этом поле я так подумал, что было бы неплохо посадить овес тоже Может быть успеет что вырасти до начала холодов, до начала зимы хотя бы немного Потому что я не хочу заново морочиться с мелким курятником Место правда для него осталось у нас, но все равно морочиться с ним не хочется И тратить время на его строительство и все остальное Поэтому я лучше сейчас немножечко прорежу количество курочек наших Мы их убиваем, они как я понимаю мяса мы с них мало получаем Из-за того, что они не выросли до размеров серьезных бройлеров И мы убиваем маленьких курят, курят цыплят И соответственно мясо мы толком не получаем Но это хотя бы такая иллюзия того, что мы можем спасти Хотя бы пару куриц в итоге Взрослых, которые будут нам давать потом в дальнейшем потомство Поэтому не знаю, посмотрим Что из всего этого получится Эти до сих пор собирают ребята Лен и еще овес так и не посадили Так, дом один достроился еще Детей пока нету новых Что радует, потому что Еды у нас хватает на самом деле Сейчас вот еще Яблоня нам принесет Пару тысяч яблок в идеале Если мы успеем все это дело собрать Вот, удобно мы колодец построили здесь рядышком совсем Деревом зарастаем очень бурно Но деревом оставим на зиму Вырубку этого дерева Потому что Сейчас все равно не до этого совершенно У нас сейчас и так рук на все не хватает Именно поэтому мы строим новые дома Едой мы уже можем себя обеспечить И будем дальше развиваться И расти По количеству Как курочки там Давайте хлопаем дальше Хлопаем, хлопаем, не стесняемся Хлопаем Маленьких Невинных цыплят Бо нефиг так жрать было Давайте уже Давайте быстрее Овес Овес сажаем Он быстро растет Мы успеем точно Вырасти Вырасти Поле овса успеет созреть Но нам его может быть не хватит В любом случае Я думаю Знаете что Что мы наверное даже сейчас картошку начнем уже собирать И поставим здесь овес На производство 666 картофеля у нас с поля получилось Так дом достроен Отлично Все Теперь мы этот дом сносим Где у нас снести дом Сносим этот дом И пока что Давайте посмотрим Сколько у нас Получается 3 4 5 6 7 8 9 Это на 45 человек Блин Голод У курочек наших Голод Все Все пропало Все пропало Блин Снова голод начался Только не у наших жителей У курицы Вот Блин Это нужно Тысяча овса Запасать Наверное На Такой курятник Огромный Я конечно тоже Я так с размаху Да Бахнул Огромный такой курятник На 80 куриц Что дало Нам давало Прилично Так я Яиц на самом деле Очень прилично Давай убивай Убивай всю эту курочку Всех этих курочек Посмотрим Может Картофанчик собирает Это хорошо Конечно Но Здание разрушено Отлично Так Теперь Надо посмотреть Пока просто прикинуть Что у нас здесь А ну смотрите Помещается В притык Конечно Один дом Помещается Ну один дом Можно и не в притык Построить А нормально Здесь расположить Просто Дорогу потом Немного в обход Пустить Ну я думаю Да Как раз десяток домов Это 50 жителей Правильно 3 4 5 6 7 8 9 Вроде бы правильно Если я нигде дома не потерял Вроде бы как раз Десятый дом мы построим И будет норм Еще нету овса Курочка держись там Не умирай Пожалуйста Родился ребенок Новое поколение Начало подрастать Замечательно Школу будем построить Еще Говорят что Школа тоже Такой неплохой Буст дает В плане Эффективности Работы Овес Овес Лето Так Кстати Давайте мы начнем Яблоки Может быть Или дождемся Осень И потом начнем Их собирать А уже по моему Да Собирают Походу Ага Уже собирают Да Полным ходом Начали уже Сбор яблок Отлично Носят эти яблоки Аж Вот в этот амбар Ну не аж Не так далеко На самом деле Но все равно И не близко Курочки держитесь Может на самом деле Если бы я их не убивал Они бы сами Постепенно умирали Хотя наверное нет Они все махом как Умрут И все На этом закончится Так 26 овса Мы можем уже собрать Но это нам Как бы ничего не даст Совершенно Поэтому наверное Не будем Тут мы уже будем ждать Ну я даже не знаю Сколько мы будем ждать Посмотрим Как пойдет Здесь тоже Не совсем понятно Как мы успеем Собрать все Или не успеем Посмотрим Так Строитель у нас Бездельничает Один да Он собирает ресурсы Где-то наверное Какие-то Собирает Я надеюсь Есть такие ресурсы Которые надо пособирать Давайте лучше Отправим этих двух Людей Пока все равно Вроде ничего не строим Ничего не делаем Лучше пусть идут Вон дерево Заготавливают Потом мы на зиму Уже будем это рубить Более интенсивно Нам будут писать сообщения О том что курица Умерла я надеюсь Слушайте А может она От голода Не умирает Может просто Перестает Яйца нести Да нет Фантастика Ну как мы видели 200 овса 200 даже с лишним Нам не хватило От зимы До зимы Дотянуть Поэтому Тут или вариант Я даже не знаю Кстати Как тут можно Сейчас сделать Пока у нас Овса нет Наверное Никак не сделаешь Нужно реально Как можно больше Овса производить Каждый год И наверное Даже я На следующий год На вот этом поле Выращу Овса Какое-то Количество То есть Два захода По идее Успеют Вырасти Здесь А кстати Давайте мы Одного Отправим Вот этого Друга Сделаем Портным Чтоб шел Нам одежду Шить А то На эту Зиму Уже Могут Замерзнуть Ну Они-то Не замерзнут Они и без одежды Нормально себя Чухают Но Все равно Все равно Ну Кстати Смотрите Пока Курочки Не мрут Достаточно Долго Не мрут Тут уже Вон 200 Собрали Ну Не собрали А Выросло Позднее Лето Еще Соточка Картошки И тоже Будут Засеивать Овес Но тут Мало Че Вырасти Успеет Поэтому Как только Там Сотня Другая Вырастет Может быть Сразу Буду Собирать Осенью Курица Умерла От голода Да Давайте Собирать Может Там Че Еще Успеет Вырасти В итоге Но Так Хотя Б Немного Курочек Спасем 20 Еще Осталось Но они Блин За зиму Расплодятся По полной Программе До 80 И снова Потом Начнут Умирать От голода Куриный Голод У нас Есть Куриный Грипп А это Куриный Голод Ну Рыбы Рыбы Много У нас Да И то Хорошо Так Ну что Ребята Давайте Давайте Идите Там Уже Есть 12 Давайте Быстренько Быстренько Там Уже Есть Овес По моему Один Побежал Нет Есть Уже Овес Давайте Ребята 10 Курочек Осталось Спасите Хотя Бо Их Немного Боже Мой По Да А Кстати Стоп Что Овес Сюда Носят На Этот Склад Вроде Нет А он Принес Овес По моему Отсюда Или Это Он Просто Как-то Хитро Шел В Обход Ну Вот Хотя Бы Десяток Курочек Мы Практически Десяток Да Я Опять же Округляю Мы Спасли Это Хорошо Просто Замечательно И яблоки Вон Идут Уже Да Тысячу Мы Собрали Как раз До начала Холодов Мы успеем Собрать Оставшуюся Тысячу Я думаю Вот уже Нормально Работает Яблоня Наша Так Две с половиной Тысячи Да У нас В прошлом году Было Две с половиной Тысячи Овощей И в этом Году Ну Зимой Я имею Ввиду Прошлой Зимой Две с половиной Тысячи Было И в этой Зимой Две с половиной Тысячи То есть Все Отлично Мы Справляемся Триста Четыре Ставса Все-таки Мы здесь Получим Отлично На зиму Нам точно Хватит Что Подожди Стоп Лимит Добычи Это лимит Еды В общей Сложности Вот Пять тысяч Достигнут Мы его Продлим До десяти тысяч Наверное Потому что Как-то Слишком Мало Как-то Вот так Мы сделаем Наверное Все То я Аж Испугался Немного Думаю Что происходит Катастрофа Какая-то Началась Ну Вроде Все нормально Так А вот Кстати Лимит По коже Достигнут Давно Почему Ее дальше Собирают Просто Жалко Выкинуть Или что Я не понял Забивают Только нам Амбары Кстати Второй Амбар Уже Наполовину Заполнен Ну Этот Практически Заполнен Ладно Еще Места Много Рано Я переживаю Слишком Рано Что еще Мы можем Полезного Сейчас Сделать Наверное Ничего Пока Зима Ждем Наступление Зимы Да А потом Уже Будем Освободим Народу Побольше И будем Уже Заниматься Какими-то Делами А еще Дом Построить Я хотел В принципе Мы можем Его разметить Я думаю Что Три Четыре Дома Эти Нам Ну Не особо Хотя Давайте Мы Наверное Его Притык Вот так Построим Дверкой К амбару Сюда Нормально Будет Я думаю Что нам Эти Как бы Еще Двадцать Жителей Погода Не испортит Потому что Еды Мы сейчас Уже Собираем Достаточно Много Вот И Я думаю Что будет Все нормально И тем более Если будет Еще больше Жителей То мы Сможем Еще больше Еды Собирать Тех же Собирателей Мы сможем Подключать Они Достаточно Неплохо Снабжают Едой Поселение Вот Да и В принципе Только Собирателей Мы можем Подключить Нам больше И не нужно Будет Я думаю А ну Мы еще Построим Да Мы сейчас Дома Уже Достроили Все И Давайте Кстати Уберем Сейчас Наверное Одного Вот так Вот сделаем Пусть он Или По строителям Мы его Сделаем Пусть он Сразу И Носит Ресурсы И занимается Стройкой Так Вот Вот что Нужно Было Осень Наступает 7 Ну пока Конечно 7 10 Этого Овса Мы собирать Не станем Вот Может быть Хотя бы Сотенки Дождемся И тогда Начнем Собирать Но Следующий Год На обоих Полях Мы Вот Только Авиус Будем Выращивать И овсом Мы забьем Блин Мы же Забьем Действительно Им Весь Этот Все Амбары Вот Реально Жалко Что нельзя Кликнуть Там По иконке Например Картошки И запретить Сюда Картошку Носить Вот Не нужна Мне на этом Складе Например Картошка Я бы Поставил Здесь Амбар Рядом С курятником И Только Например Боовес Туда Носил И все Было бы Намного Удобнее Реально Так Осень 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 Сотенка Уже Есть Ну что Пусть Собирают Так Ну тут Как раз Успевают Смотрите Да То что Надо Давайте Потихоньку Начинайте Собирать Там еще Успеет Дорасти Немного И Будет Хоро Хорошо Теперь Что Нам Надо Нам Теперь Нужно Еще Будет Глиняный Карьер Построить У нас Как бы Есть Практически Все Уже Шахты Кроме Глиняного Карьера Камень Есть Руду Можем Добывать Сено Тоже Можем Сажать Да Уже И Без проблем Как бы Собирать Давайте Давайте Быстрее Быстрее Родился Ребенок Отлично Быстрее Фермеры Работайте Пожалуйста Давайте Может быть Тоже Тут Нажмем Эту Волшебную Кнопочку Может Это Как-то Ускорит Процесс Сбора Яблок Не знаю И За Зиму Нам Нужно Будет Сейчас Вырубить Много Дерева Это Хорошо Это Очень Хорошо Потому Что Следующие Все Строения Которые Мы Дальше Будем Строить На них Очень Много Дерева Надо И Вот Такие Деревья Которые Тут Растут Это Просто Спасение Вот Это Вот Это У нас Тоже Выросло Большое Просто Нереальное Спасение Такое Блин Надо Было Раньше Начинать Собирать Все Такие Не Нужно Было Ждать Немного Пожадничал И Все Ну 500 Хотя Бы Есть Да До Следующего Урожая Я думаю Мы Дотянем Как бы Курей Не так Много Сейчас За Зиму Они Еще Расплодятся Конечно Но Все Равно Нужно Будет Теперь Внимательно Следить За Овсом Потому Что Без Него Дело Не Будет Ну Кстати Мы Отлично С Одного Урожая Льна У нас На Два Года Одежда Получается Это Просто Прекрасно 200 Еще Есть 400 Весь Сюда Сносит А И Сюда Тоже Немного Как-то Они Так То Туда То Сюда Видимо Несут Вы Вы Уже Новый Сеть Начали Все Хватит Давайте Мы Сразу Сразу Куда Сразу На Строительство На Сбор Куда Вас Отправить Давайте Сразу Вас Двоих В шахту За Металлом А Все Здесь Тоже Все Погибло Ну И Сад Мы Тоже Жмем На Паузу Ну Ладно Не Будем Жать Раз Это Всем Так Не Нравится Не Будем Жать На Паузу Сад Не Мерзнет Говорят Да Хоть И Рабочие Все Равно Ничего Не Делают Мы Просто Уберем Всех Этих Рабочих Раз Так Всем Не Нравится Что Я Жму Сад Все Теперь Троих Сюда Давайте Двоих Сюда Остальные Семь Человек Пока Будут Заниматься Кстати Наверное Еще Одного Строителя И Разместим Мы Сразу Шахту Точнее Шахту Она Выглядит Как Шахта Как Стандартная Глиняный Карьер Мы Разместим Да Где Он Елки Палки Вот Глиняный Карьер На Него Всего 340 Дерева Надо Неожиданно На Блин Я хотел Здесь Ферму Построить Нормально 2000 2700 Ну Да Походу Это Лучшее Место Давайте Теперь Внимательно Посмотрим Так Вход Это Вот С этой Стороны Да Мы Его Тогда Повернем Вот Именно Так Развернем Теперь Давайте Посмотрим Где Мы Больше Всего Получим 4092 200 4300 Ну Видимо Да Видимо 4348 Правильно Вот Это Вход Я думаю Будет Вот Мы Короче И Узнаем Единственное Что Здесь Дороги Не будет И Тем же Фермерам Придется Немного Обходить Вот так Вот Все Это Дело Ну Ладно Это Как бы Не так Критично Вот И Теперь Вырубкой Леса Займемся Наконец-то Полноценный Блин 26 Только Так Так И не Выросло Толком Ничего Здесь Ну Бывает Так 11 43 Вот Это Я понимаю 9 9 7 Ну Ладно Давайте Забираем Вот это Дело Это Пусть Еще Растет 43 Это 80 Сразу С Двух Деревьев И Вот 120 130 Считайте С трех Деревьев Красота По-моему Красота А Здесь Тоже 43 Тоже Возьмем Одежда Есть Туда Ходить Нормально Будет Не в напряг Нашим Ребятушкам Так 9 9 9 9 11 Че Это Никто Не вырубил До сих пор Забираем 12 Наверное Один Не успевает Наш Этот Лесоруб Там Все Вырубливать Поэтому Давайте Поможем Ух Сейчас Дерево Наберем Ух Наберем Мы Такими Темпами Сейчас И Чего Первым Делом Построим Я даже Не знаю Наверное Построим Пекарню Булки Будем Печь Какие Нибудь Что Такое Но Нам Нужна Да Нам Глина Нужна Для Всего Этого Дела Вроде Пока У нас Никто Не Болеет Поэтому Лекаря Я думаю Нам Не Стоит Строить Пока Что А ту же Мельницу Блин Вот Не знаю Если честно Мельницу И Пекарню Будем Булки Делать Ну Пока Как-то Так Достаточно Сомнительно Можно Был бы Школу Было Построить Да Вот Вообще Наверное Лучший Вариант Вот Это 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 Позволило Бы Жителям Учиться Обучаться Чему-то Полезному И В итоге Они Бо Работали Быстрее Школа Маленькая Кстати Может Быть Школу Все-таки Построить С едой У нас Как бы Проблем Нет Вообще Даже Ну Овощи Мне кажется За этот год Не закончится Пока Мы будем Овсом Заниматься Вот Но Блин Все равно Тоже хочется И булки Какие-то Приготовить И все Остальное Плюс Многие Говорят Чтобы я Быстрее Порт Строил Но Для отправки Экспедиции Нужны Опять же Булки Всякие Разные Поэтому Даже Не знаю Пока Плавильня Кузница Пока Нам Не нужна Ни то Ни другое Совсем Нам Не нужно Вот Так Дом Я Десятый Построил Отлично Все Теперь Будем До 50 Человек Расти А потом Уже Будем Наверное Где-то Где-то Вот сюда Куда-то Расширяться Я даже Не знаю Куда мы Потом Пойдем Наверное В ту сторону В эту сторону Тоже неплохо Тут много Места Свободного Но Лес Надо Где-то Добывать Хотя Как Мы лес Тут Везде Добываем Норм Вроде Как Ладно Посмотрим Что Что нам Было бы Выгоднее Построить Действительно Школу Или Мне кажется Что Школу Пока Болезней Серьезных Нету И не было Уже Очень Давно У нас Болезней Никаких Мне кажется Что школа Была бы Более Эффективна Что ли Нам не хватает Немного Сена Которое Мы сможем Сейчас где-то Добыть Наверное Я думаю Сможем И давайте Тогда Сейчас Отправим Еще Побольше Людей На Сбор Давайте Строителя Мы одного Просто Оставим Только Да Остальных На сбор Металла Отправим И Добыть Сено Где мы Можем Ну вот 50-60 Сено Сколько нам Надо было Я не помню Даже если честно Короче Все эти кусты На сено Забираем Дерево 500 есть И плюс 300 сюда Отнесли То есть 800 900 Дерево У нас Лишним Даже было Красота Шкуры Блин Все равно Плюс идут И идут Склад Засоряют И засоряют Ладно А ну Кстати У нас Еще 200 Этого Есть Еще Одежду Да Кстати Смотрите Уже Одели Новую Партию Одежды И Нам Нужно Будет Наверное Даже Одно Поле Засеять Вот это Маленькое Еще разок Льном На всякий Случай Опять же Картошку Наверное Я не буду Сейчас Сажать Пока Нам Она Не так Критична У нас Овощи Яйца Мясо Все дела Овощи Как бы Тоже Нужны Да Но Мы Можем Пару Собирателей Например Отправить А здесь Овес Все На Овес Будем Делать Большие Запасы Овса В идеале Конечно Поле Людей Просто Нет Пока Что Чтобы Все В идеале Делать Еще Давайте Посмотрим Что Там У нас По Кострам Относительно Они Перекрывают Тут У нас Часть Не Перекрыта И тут Вот Часть Еще Вот Это Не Перекрыта То есть Сюда Бы Костер Построить Еще Один Где Но Пока Не Будем Тоже Кстати За Год У нас Да С прошлой Зимы Десяток Инструментов Израсходовалось Ну Кстати Металл Уже Собрали Достаточное Количество Это Здорово Нам Всего Нужно 15 Сена Было Ладно Чуть Больше Соберем Потому Что Оно Тоже Для Строительства Всего Другого Всякого Разного А вот Кстати Откуда Пришел Тут Строитель Они Просто Не Обходят Вот Так А Идут Через Поле Я Понял Когда Мы Колодец Строили Я Строитель Пришел Из поля Именно Вышел Не из поля Из нашего Сада А вот Оно Видимо Почему Ну И ладно Так Камень Тоже Прибавляется Потихонечку Я бы На самом деле Оставил бы Пару человек И здесь И здесь Но опять же Пока что Мы не можем Себе этого Позволить Давайте посмотрим Чем наш Строитель Занимается Вот Чем наш Строитель Занимается Строитель Чем ты Занимаешься Переодевался Наверное В новую Одежду Или инструменты Брал Нет Ничего Он не брал Ничего Он не делал Просто Пришел Отдохнуть Вздремнуть Немного Тоже Надо Так Давайте Мы еще Немного Дерево Здесь Подрубим Чуток Вот таких Которые О Подросток Вырос Смотрите Отлично Это Радует Это Реально Радует Лишние Руки Нам Не Помешают Пусть Он тоже Разнорабочим Будет Пусть Идет И сено Собирает Наверное Только Что-то Наши Разнорабочие Ничем Не заняты Походу Ребенок Еще один Родился Отлично Главное Чтобы у нас Голод Снова Не начался Это будет Смешно Мы сейчас 10 ртов Лишних Наделаем И все А когда 20 будет Так это Вообще Наверное Ну ничего Посмотрим Сейчас Что получится В любом Случа У нас Есть Спасительные Собиратели Если что Отправляем 6 человек На сбор Еды 900 Мяса Набралось Уже Вообще Фантастика Какая-то Ого Оруды Уже Сколько Но нам Все равно Надо Пусть Собирают Пусть Собирают Ого Надо будет Где-то Ставить 170 Еще 170 И Плюс На Дом Лекаря Еще 300 Это Кошмар Нам Еще 600 Руды Надо Будет Но Как бы Да 600 Руды Это Не так Много Здесь У нас Пишут Что 10 А 10 Глиняный Карьер Достраивают Потихонечку Можно будет Сейчас пару человек На глину Отправить А он Хотя бы Одного Того же А Строитель нам Нужен Будет Да Строителя Мы пока Трогать Не станем Поможем Ему Достроить Может быть Давай Когда мы Просто врок Дудим Вроде Быстрее Строительство Идет На порядок Но С другой Стороны Когда мы Не дудим Врока Смотрим Третьего Лица То Мы В ускоренном В режиме Смотрим Все это Дело В 5 раз Ускоренном А так Быстрее Не будет Так Быстрее Будет Как бы Для него То что Он быстрее Закончит Строить По факту Но Не для Нас Вообще Вот тоже Там было Написано 30 Сколько Из Мышка Мышка Вернись Мышка Вот Мышка А Все Закончили Стройку Так Хорошо Давайте Отправим Хотя бы Одного Человека Чтоб Глину Шел Нам Собирал Хотя бы Одного Глина Совсем Закончилась Глинника Одного Надо будет Постоянно Держать Наверное Чтоб Он Хоть Один Но Работал Все Время Ну Кстати Мы Можем С Камня Одного Человека Забрать Еще На Глину Отправить Я думаю Будет Норм Один Оп А Стоп Что Умер От Старости Охотник О нет О нет Как ты Мог Охотник И Один Видимо Бездельник Разнорабочий Не будем Бездельником Называть Стал Охотником Блин Вот Первая Смерть От Старости Эх Так Это Что Там Происходит По Прежнему Никто Еще Сена Не Насобирал Что За Безобразие Давайте Мы Приоритет Повысим А Чем Чем Занимаются Разнорабочие Интересно Эти Хотя Бо Вот Этот Кусочек Сейчас Быстренько Обсобираем Я Думал Тут Пожар Какой Что Горит А У У нас Оказывается Первая Смерть От Старости Была Интересно Новый Костер Сейчас Придется Строить Или Куда Сейчас Посмотрим Вот и Весна Наступила Скоро Придется Всех Убирать Всех Этих Рабочих Куда Нибудь Подальше На поля Ну Опять Я буду Ждать Плюсовую Температуру Только Потом Буду Что-то Делать Родился Ребенок Десять Детей У нас Уже Отлично Сорок Сорок Семь Жителей В итоге Получается А ну Кстати Сколько Там Апгрейд Сто Пятьдесят Дерево Нет Я Я пока Не готов На эти Улучшения Жизни Наших Жителей Никак Еще Один Ребенок О Пошли Плодиться И множиться Наши Жители Другое Ж дело Так Где наши Все Разнорабочие Давайте Мы вот Этих Уберем Наверное С шахты Хотя бы Пару Человек Сразу Ж Кстати Минус Один Всего Может Это Это Весное Потепление Немного Раньше Наступит Давайте Короче Всех Уже Убирать Хватит Нам Пока Что Оставим Одного Глинодобытчика Хотя Глина Что-то Не Это Вообще Не Это Ну там Два Человек Конечно Работал Чуть Не Хочу Тут Сколько Шесть Или Восем Было Поэтому Как бы Тут Чувствуется Прибавка Руды Так Сено Понесли Хорошо Три уже Есть Значит Школа Будет Скоро Готова Интересно Школе Будут Обучаться Только Новое Поколение Будет Обучаться Или же Стариков Наших Тоже Будут Переучивать Блин Да Придется Наверное Кстати Да Есть Учитель Придется Еще Учителя Одного Держи Кто-то Еще Умер Да Ну Что Происходит Ну И Кстати Глинодобытчик У нас Причем Глинодобытчик Умер Самый Самый Нужный Человек На Селе Помер И Он У нас Не Попадает На Территорию Обхвата Этих Сейчас Может Оказаться Что Как Чума Пойдет После Его Смерти И Все Давайте Попробуем Может Еще Костерок Все Таки Здесь Где-то Бахнуть Я даже Не знаю Вот Где-то Вот Здесь Блин Я хочу Там Поле Построить Когда-нибудь Давайте Вот Сюда Подальше Построим Стоп У нас Уже Давно Весна Идет Полным Ходом А мы Тут Филоним Филоним Так Овес Овес И Сад Шесть человек Ну кстати Яблоки Вон Да Потихонечку Уже Созревают Пять Шесть Где мои Жители И Одно Так А ты Откуда Как 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 Тебя Не Стало Куда Ты Делся Друг Расскажи Мне Непонятно Че Так Ну Наверное Я тогда Убираю Троих Рыбаков Убираю Наверное Строителя Одного Оставляю Наверное Пока И фермеров Этих Не фермеров А Стоп Пять Так Вот Наверное Этого Друга Тоже Не буду Добавлять Нам Сейчас Учитель Понадобится Еще И один Разнорабочий И один Строитель Пусть будут Хотя Давайте Еще одного Строителя Чтобы они Вдвоем Быстрее Может Построили Разнорабочий Один Пусть Тоже Занимается Всякой Разной Ерундой Мы Можем Даже Вот Так Наверное Сделать Так Будет Лучше Оу Дровишек Маловато Надо Будет Запасаться Серьезно сейчас Дровами Наверное Хочется побыстрее школу достроить, чтобы быстрее дети пошли не на работу, а пошли обучаться. Чтобы толку от них побольше было в итоге. Ну, кстати, хорошо, что костер строить заново не надо. Хоть это меня радует. Здесь, кстати, тоже практически ресурсы уже принесли. Вот последний камень доносит сейчас разнорабочий. В принципе все пойдет дальше заниматься собирательством, каким-нибудь строительством. Ну, строительством. Ничего ему строить. Нечего, точнее, ему строить, но все равно. Так, овес садят. Это садят. 200... Почти 300 овса у нас еще осталось. Нормально. Дело пока идет. Кстати, в этом году мы, по идее, опять достигнем 80 кур. Кур-кур-кур. 80 кур, конечно, нормально так яйца несут. И мясо тоже прибавляется с этих курочек, но... но проблема в том, что их тоже нужно серьезно кормить. Очень серьезно. И десяток домов тоже нужно отапливать весьма нехило. Так, кто-то там у нас свободный человек один откуда-то взялся, не знаю. Я что-то только сейчас его заметил. Нам пока одного разнорабочего, наверное, хватит. Отправим человечка на вырубку дров. Так, кстати, что мы делаем? 18 нам партия одежды одна будет. Наверное, мы здесь сразу тогда лен меняем, да? То есть они сейчас закончат сажать здесь ну и когда соберут уже овес, будут садить сразу же лен. Здесь же они, наверное, после того, как соберут эту партию овса, наверное, посадят снова овес еще, я думаю. Не буду пока переключаться на что-то другое. Пусть снова овес будет. Чтобы мы могли серьезно запастись овсом. Вот, его количество давайте посмотрим, как у нас ограничено. 2000, но я думаю, больше тут и не получится. Ну, давайте до 3 поставим на всякий случай. Если прям очень хорошо будут собирать его 3000 овса, нам, ну, пока что, я думаю, хватит на год. Может быть, на 2. А там посмотрим, что в итоге выйдет. Так, яблоки, смотрите, почти все поели за сезон. И полторы тысячи овощей съели тоже, между прочим. А это значит, что? Что нам нужно пополнить запасы овощей хоть как-то. Потому что нам не хватит овощей. Наверня, нет варианта вообще никаких. Ну, рабочих разве что сейчас можно будет убрать и отправить на собирательство, я думаю. Надо просто, чтобы они достроили наконец-то эту дурацкую школу. Не, мы можем, конечно, сейчас вселиться в какого-нибудь ребенка двухлетнего и пойти им в школу достроить. Но многим не нравится, когда я от первого лица играю. Да и мне тоже криво так все немного сделано. Вот, оно прикольно походить, конечно, по своей деревне. Но когда можно и вот так вот, да, просто камеру крутить, то это, в принципе, и не так обязательно. Хотя прикольно. Иногда. Но не строить там стоять по полчаса. Так, все, достроили. И сейчас давайте на одного человека. Да, я оставлял точно разнорабочего для того, чтобы сделать его учителем. Десять человек может проходить обучение. Обучаются только подростки. Ну, ничего, у нас вот еще потенциально десять подростков вырастет. Может быть, когда они проходят обучение, они раньше могут приступать к работе? Нет, просто производительность труда увеличивает, пишут и все. Посмотрим. Вот, кстати, третий подросток. Строители нам уже не нужны. Он все достроил. И теперь давайте двоих вот этих разнорабочих мы отправим на вот эту, наверное, в эту лачугу собирателя. Травник нам пока не надо, болезней нет у нас, уже давно очень никто ничем не болеет. И, кстати, блин, инструменты уже тоже нам нужны, елки-палки. Все нам нужно. И одежда тоже нам сейчас, партия серьезная нужна будет тоже, чтобы всех одеть. Ладно, пока. Вроде справляемся. Может быть, сейчас подрастут скоро или не очень скоро хотя бы пару человек, и мы сможем отправить куда-то полезными делами заниматься. Хорошо. Все. Мы пережили куриный голод. Мы теперь запасаемся едой для наших курочек в больших количествах. Как раз успеем два урожая пособирать с этого поля. Один с этого и здесь потом лен будем тоже выращивать, потому что для одежды нам еще лена понадобится достаточно много. Ну а пока что всем спасибо за просмотр, всем пока и увидимся в следующей серии. спасибо. Субтитры